Музея Квартира Ивана Яковлевича Яковлева Я сразу вспомнил свою школу, когда мы начинали. Я начал в 60-х годах учиться. У нас такие же парты были, правда, двойные, но открывались. Мы писали еще чернилами, макали. И какие-то ностальгические такие сразу воспоминания о прошлом, о детстве. В Ульяновский музей Никас Сафронов привез картины, которые ульяновцы еще не видели. Среди них работы, выполненные в авторском стиле художника «Дримвижн». Ну, «Дримвижн» тоже возник случайно. Вот из таких поездок, из таких необычных встреч, когда вдруг раз и возникает. Мой сын итальянец, он живет в Венеции, и мы часто на поезде, я из Москвы, в Вену, а он из Лондона, в Вену. И мы ехали на поезде, и в 5 часов утра всегда приезжали утром в Венеции. Там был туман, вот это море, тепло от города. И создавался такой туман практически всегда, утренний туман, особенно летом это было, весной. И этот туман я хотел изобразить, и начал искать стили, потом это дополнило. Когда я был на Помпеях, там в Помпеях развалины, они стали мне потом сниться, вот это полустертость. Вот на основе этого, рисировки, лаковые слои такие прозрачные, и была создана вот эта как бы техника «Дримвижн». Но ей никто не владеет, она такая достаточно имеет много нюансов, тонкостей, которые надо знать, если ты не знаешь их. Все, ты сам их не преодолел, не прошел. Она была экспериментальной, но она нравится. По словам художника, многие работы, выполненные в этой технике, сейчас находятся в музеях страны, таких как Третьяковка, Русский музей. Их покупают и за достаточно большие деньги. Как вы добились такого успеха? Секрет свой, раскройте. Как говорится, ну повезло, помните. В 83-м вы были в Москве. Вот с этого момента все началось или нет? Вы знаете, я никогда не хотел быть известным, я хотел быть просто хорошим профессиональным художником. Раз я понял, что я художник, я стал много работать и работал не просто так, как бы вот нашел свой... А я искал все время, это был поиск, и это были разные сюрреализмы, символизмы. Это стало интересно виду, взгляду в 89-м, 88-м году. Они сняли со мной передачу, потом это стало интересно и другим. Потом это как-то тоже стало остывать, и возникло желание у всех заказывать портрет. Я стал изучать тоже от Веласкаса до Рембрандта, старых мастеров и современных, кто там работал в жанре портрета. И стал находить у них достоинства и недостатки, и что-то совершенствовать в своей технике. Я понимал, что Клеймыс, вот такой пират Северного флота, не может писаться так, как Моника Белучи, например. И для каждого готовил свою. И того покорял, и ту покорял. И это нравилось, и люди стали заказывать, стали заказывать люди. Высокие, президенты. Начиналось это с Али в 87-м году, в 97-м. Вот многих интересует личная жизнь ваша. Вот есть у вас сейчас жена? Помните, жена, незаконные дети. Это другая история, давайте потом. Жены нет. Жена — это искусство. Я изменял часто ей, но понял, что только живопись, искусство является основной моей спутницей жизни. И вот когда я понял, что я все-таки художник, я понял, что надо посвятить свою жизнь, но достойно. Не так вот изменяя ей постоянно, а теперь уже цельно и постоянно работа. Я работаю независимо от имени. Работаю с 12 до 8 утра каждый день практически. Если нет, я в поездке, то я делаю наброски, эскизы, этюды, которые я вижу в процессе поездок. И потом это осуществляю в большие полотна, картины. Так что вот жены нет, но всегда есть какая-то спутница легкая, которая всегда сопровождает в каких-то путешествиях иногда или в каких-то творческих поездках. Кстати, сын, он у вас музыкант? У меня много детей, вот, жизнь так вот оказалась непростой. Я был молод и был красив, наверное, в меня влюблялись, я влюблялся. Но были дети, которых я не знал, но появились дети, которых я знал, и я поддерживал, например, Стефана, он мой законный сын, рожденный в Италии. И мы прожили какое-то, мы 13 лет были в браке с его мамой. Ну вот в Лондоне там все изменилось, она стала немножко такой более проанглийской. Ну и мы расстались. Но есть Лондин, который живет сейчас уже в Шотландии, он прожил всю жизнь в Австралии. Моя всю жизнь поддерживал, вот, содержал, мы приезжали друг к другу в гости. А есть еще Дима такой, сын, который живет в Таллине сейчас, он из Вильнюса. В общем, есть Лука такой, пианист, известный достаточно персонаж, играющий, считался вундеркиндом и закончил сейчас французскую консерваторию. В планах художника открытие множества выставок, самое ближайшее в Мадриде. А на своей родине Никас Сафронов будет обучать детей. Сейчас я купил вот участок большой в Ульяновской области, в районе Ундер. И там я буду делать все пленеры, буду детей обучать. И когда можно будет поучиться? Ну, начнем. Я вот сейчас еще готовлю. Там у меня будет пчеловодство, там будет еще хозяйство какое-то такое легкое. И в основном это будет все благотворительное. Ничего для себя, не для себя, а для людям. Я думаю, что там будет разно проводиться пленеры. И мы говорили с губернатором Морозовым, там в Ундерах устраивает такой центр, культурный центр. И в рамках этого хочет включить и мой участок. К юбилею великого земляка Владимира Ильича Ленина художник запустит серию конфет с его портретом, который, по его словам, написал много лет назад. Соглашение со сладкой фабрикой уже подписано. Ирина Антонова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.